В этом году лето вышло не слишком солнечным, и это еще мягко сказано. Особенно щедрым на осадке оказался август месяц, если приморским фермерам он принес полуторамиллиардные убытки, то ушлым рыбакам-нелегалам из вроде бы добрососедской Корейской Народно-Демократической Республики одни лишь барыши. По крайней мере так считают жители окрестностей бухты Ольга, которые еще полтора месяца назад снимали якобы прибитые штормом северокорейские шхуны на видеокамеры своих смартфонов. Вот пролив аскольд, вот раз, вот два и вот три звук дизеля, слышите? Они терпят бедствие, они трал тянут. Официально во всех новостях сообщалось, что северокорейские рыбаки якобы терпят бедствие и вошли в злачные бухты Приморья, чтобы переездать стихию. Однако приморские жители не раз уличали последователей Чучхе в промысле, причем методами, запрещенными даже для своих отечественных мореходов. Небывалая активность северокорейских рыбаков, ведущих незаконный вылов в территориальных водах России в Приморском крае, повлекла за собой наращивание силового присутствия береговой охраны в регионе. Пограничники даже вынуждены были обратиться за помощью к сахалинцам. Вслед за мигрирующим кальмаром к берегам Приморья снова потянулись маломерные плавсредства соседнего государства. В настоящее время в исключительной экономической зоне Российской Федерации на травеже поселка Преображение уже находится более ста северокорейских шхун. В целях пресечения незаконного промысла в этот район дополнительно направлены корабли пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области. Через сутки после сделанного заявления пограничники задержали 250 рыбаков-иностранцев и 16 маломерных плавсредств, оснащенных тралами и сетями. А уже через неделю случилось вопиющее происшествие. Корейцы не захотели сдаваться и дали страже морских границ вооруженный отпор, в том числе ранив несколько пограничников. Причины яростного нежелания рыбаков из КНДР подчиняться законным требованиям российских силовиков теперь точно известны. Все задержанные суда занимались нелегальным промыслом. И именно с этой целью прибыли в территориальные воды нашей страны. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй северокорейской шхуны более 45 человек осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Агрессивный экипаж и обе шхуны сейчас транспортируют в находку. Впрочем, как быть сотни другой, третий и еще не пойманных и потому безнаказанных рыбаков, так сказать, братского режима. Сейчас этим занимаются временные поверенные посольства КНДР в России. Его уже вызвали Министерство иностранных дел Российской Федерации. Евгений Черомухин, новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова